Привет всем! У нас в Аризоне сейчас утро, 10 часов утра. Я собралась ехать за покупками в магазин, и у меня созрела такая идея снять небольшое видео о полезности тех или иных овощей, которые мы в основном должны употреблять в зимнее время года, и даже в начале весны, сейчас уже весна на дворе. Вот что мне не нравится, и почему я решила снять это небольшое видео, что некоторые ютюберы, которые снимают свои видео и пропагандируют здоровый образ жизни, они вот прям, у меня такое чувство, что навязывают свою точку зрения о поедании большого количества салатов в любое время года, будь то зима, лето, весна или осень. И я хочу объяснить, что все-таки это не совсем правильно. Да, хорошо, что у нас сейчас в наше время, значит, можно в любой момент пойти в магазин и купить какие-то листовые салаты, помидоры, огурцы, перец болгарский. И мы думаем, что это все наполнено огромным содержанием полезных для нас витаминов и сапплементов в виде минералов. И мы, значит, налегаем на это два раза в день, большие салаты делаем. Но это совершенно неправильно, потому что в зимнее время как раз-таки все эти овощи выращиваются в основном в фермах или на пособных хозяйствах под пленкой, с химическими удобрениями, с пестицидами. И, в общем, там очень много не совсем полезной таблицы Менделеева, и которые вы, употребляя два раза в день, наносите себе больше ущерба, чем пользы. Все-таки еще установлен был режим зимнего питания нашими предками, что в основном в зимнее время года нужно употреблять корни плоды, то есть то, что растет, выращено под землей, а не над землей. Потому что они созревают гораздо позже, и в них гораздо дольше остаются все необходимые человеческому организму витамины и минералы, которые будут нас подготавливать, вести со здоровой иммунной системой к весне. Я хочу особое внимание уделить таким корнеплодам, как свекла и редька. Ну да, свекла. Нас, тех, кто приехал из России, все американцы знают по нашим знаменитым блюдам, таким как борщ, как винегрет. И на самом деле это хорошо. Эти продукты сейчас... Все хорошо забытое старое, которое сейчас становится опять модным, я хочу сказать, у американских ютуберов, которые ведут здоровый образ жизни, они очень сильно сейчас пропагандируют свеклу именно в зимнее время года. И, значит, продукты питания, то есть не продукты питания, а кулинарные рецепты на основе свеклы. Это и соки, это и какие-то квасы, это и салаты, и просто натертая редька, как мы ее обычно с чесноком употребляем. И очень сильно сейчас пропагандируется соленая квашеная капуста. Опять же, американскими ютуберами, не нашими, российскими, которые здесь находятся в Америку, а именно англоговорящими. Они отрыли, наконец-то они открыли, что квашеная капуста – это натуральный пробиотик, который особенно, когда зимнее время и, опять же, наш организм готовится к весне, нужно обязательно употреблять, потому что наш желудочно-кишечный тракт должен наполниться здоровыми, новыми пробиотиками, которые нам помогут быстренько извлечь витамины ранней весной из продуктов, которые мы начинаем употреблять, салатов, уже настоящих, овощей и фруктов, которые начинают созревать весной. Вот поэтому, еще раз, хорошо забытое старое, и тем, чем иногда люди начинают пренебрегать, и говорят, что «О, это там наши дедушки, бабушки кушали, потому что им там и нечего было кушать, вот только одну картошку с этой квашеной капустой они ели». Но на самом деле, зачем нам разнообразить свой рацион в зимнее время продуктами, которые нам не приносят пользы, а только приносят нам вред? Правильно, нужно употреблять свеклу, нужно употреблять редьку. Почему свеклу? Ну, все это мы знаем, там очень много витамина С, там очень много витаминов группы В, которые именно и поддерживают иммунную систему. В редьке очень много тоже витамина С. Вот редьки бывает несколько видов, мне здесь в Америке очень понравилась редька, которая зеленая, значит, сверху она зеленая, а внутри, когда ее разрезаешь, она красная. Она очень сочная, она очень сладкая. В ней содержится очень много эфирных масел, которые содержат серу. То есть вот в этих корнях плодах морковка, в этих корнях плодах содержится очень много всего того, что нам не обязательно эти листья, эти помидоры, огурцы химические кушать. Нам достаточно, чтобы прозимовать, питаться этими корнями плодами. Но, например, в морковке те витамины, такие как витамин А, они жирорастворимые. Опять же, я не открываю Америку, просто маленькое короткое напоминание. Поэтому в морковные салаты нужно добавлять немножко масла, потому что витамин А растворяется в масле и быстрее усваивается нашим организмом. Также редьку очень приятно кушать с небольшим количеством масла, подсоленную. Свеклу мы едим, кто с майонезом, кто просто с чесноком. Не важно в каком виде, вы ее отварите, вы ее поджарите, вы ее запечете. Все равно там остаются все полезные вещества, которые поддерживают нашу иммунную систему. И да здравствует весна! Скоро мы будем есть эту душистую, вкусную клубничку, малинку. Мы будем кушать вкуснейшие новые помидорчики, огурчики. Я вас поздравляю с этим временем года и желаю всем оставаться здоровыми, красивыми, в хорошем настроении. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok